Сегодня я хочу поговорить с вами про безопасность велосипеда в велопутешествиях. Это будет применимо не только к велопутешествиям, но и в принципе к повседневной жизни, или там к ПВДшкам, или просто к каким-то покатушкам. Но я буду говорить именно про велопутешествия, потому что 95% времени использования мной велосипеда это только велопутешествия. За то время, что я путешествую на велосипеде, я попробовал разные варианты безопасности велосипеда. То есть, к примеру, в свое первое путешествие я вообще не брал никакой ни замочек, ни цепочку, ничего. По-моему, у меня был какой-то маленький-маленький тросик с кодовым замком и все. С этим тросиком случилась интересная история. То есть я понимал, что этот тросик, он рассчитан вот просто на дурака. То есть ты прикрепляешь велосипед куда-то, отходишь буквально на 20 метров в магазин, но ты постоянно оборачиваешься и постоянно смотришь за тем, чтобы велосипед был на виду. То есть этот замочек, по сути, защищал исключительно от того, чтобы велосипед не дернули и не убежали, и ты успел среагировать. Но, когда мы ехали в путешествие между двух морей, мы зашли в столовую, я пристегнул велосипед, у нас была группа, и мы все велосипеды сложили друг к другу. Я пристегнул свой велосипед, ушли кушать, возвращаюсь, набираю код, замочек не работает. То есть там что-то где-то перекрутилось, и мой код уже перестал подходить. У одного из участников нашего похода тогда был с собой мультитул, он просто подошел и этим мультитулом вот так вот перекусил этот достаточно дорогой замочек. Я уже не помню, как он там назывался, какая была фирма, но он позиционировался как замок, который можно прикрепить к шлем или какие-то аксессуары к мотоциклу или к велосипеду. Та легкость, с которой был перекушен этот замочек, немножко отрезвил меня. То есть я понял, что если бы я был от велосипеда метров 50, к примеру, кто-то бы подошел, перекусил бы тихонечко этот провод и поехал бы, скорее всего я бы ничего не сделал, я бы не успел никак среагировать. И я себе уже решил купить цепь посерьезнее. То есть вот последние свои поездки я езжу вот с такой цепью. Это цепь фирмы Abus. Ну она уже выглядит посолиднее, по крайней мере, каким-то там мультитулом, типа Лезермана или еще что-то, ее уже, наверное, не перекусить. Но я понимаю, что если кто-то захочет перекусить вот этот замочек, то труда это никакого не составит. Поэтому у меня постоянно во всех путешествиях присутствует такой страх, что я не хочу оставлять свой велосипед нигде без присмотра. То есть если мы едем в группе, казалось бы, да, вот вы едете в группе, у вас 9 человек, или там 10, или не знаю, там 5, и кто-то один или двое остается у магазина. То есть берем самый простой пример, который буквально в каждом ПВД можно встретить. Один-два человека остается где-то у магазина, все остальные идут, закупаются, идут без задней мысли. Большинство в этот момент велосипеды даже не пристегивают. Что я хочу, чтобы вы сделали в следующий раз, когда будет похожая ситуация? Отойдите в сторону. То есть когда все пойдут в магазин, сделайте, ну не сделайте вид, а просто отойдите в сторону. Не останьтесь с велосипедами, а отойдите в сторону и посмотрите, что происходит. Как правило, те, кто остаются с велосипедами, им глубоко посрать на ваши велосипеды. Это, ну, естественно, не со зла, то есть никто, они не хотят сделать, скорее всего, ничего плохого, но вы просто посмотрите со стороны. Есть куча-куча разных примеров, когда велосипеды прямо воровали, грубо говоря, в толпе. То есть стоит 10 человек, разговаривает между собой, кто-то подходит, берет велосипед, уходит. И таких примеров море. Причем это даже происходило под камеру, если интересно, погуглите, прямо есть записи, как все это происходит. Поэтому даже, когда вы в большой компании, оставлять велосипед без вашего личного присмотра или без какой-то там защиты, я не советую. Возможно, если у вас велосипед стоит 15-20-30 тысяч, возможно, вам его не жалко. Но, как правило, все велосипедисты любят свои велосипеды. Поэтому любой велосипед будет жалко потерять. Такие замки – это не то, на что можно положиться. То есть они повышают, скажем так, вероятность того, что вы сохраните в целости свой велосипед, но они не защитят вас от людей, которые непосредственно задались целью или которые занимаются, или которые зарабатывают на том, что воруют велосипеды. Либо другой пример. Пару лет назад мы, когда были в Турции, приехали к огням Химеры. То есть это такая гора, из которой выходит газ, и этот газ постоянно горит. Получается так вечный огонь, но в диких условиях. Мы тоже приехали, купили билет. Нам говорят, что с велосипедами нельзя. Мы говорим, почему нельзя? Они говорят, ну как бы, если хотите, идите, но вам будет тяжело. То есть там был очень-очень такой крутой подъем, и мы бы, наверное, запарились, честно говоря, тащить их туда. Человек, который там внизу сидел, говорит, не бойтесь, оставляйте здесь, я за ними присмотрю, идите. Я не помню, если честно, был ли у нас тогда какой-то замок или нет, потому что мне кажется, что либо у нас не было тогда замка, либо у нас какой-то был, опять же, вот эта проволочка с кодовым замком, который потом сломался. Ну, мы все оставили, но взяли какие-то ценные вещи, там паспорта, дрон, фотоаппарат, и пошли. Когда мы спустились вниз, никого не было. То есть наши велосипеды стояли, и никаких людей вокруг не было. То есть либо рабочий день закончился, они ушли, либо они просто ушли. Но по факту за вашими велосипедами, до ваших велосипедов никому кроме вас дела нет абсолютно никакого. Вот держите постоянно это в голове. Ни вашим друзьям, ни уж тем более каким-то там посторонним людям никому нет дела до ваших велосипедов. Экскурсии, да? Вот, допустим, мы когда приехали в Абхазию, хотели спуститься там к пещерам. Я в тех пещерах был уже когда-то, и я на видео сидел, такой говорил, мне неинтересно, я там уже был, я на идее одна, я посижу с велосипедами. Но по факту, я бы, конечно, сходил туда еще раз, потому что прошло уже много времени, я мог много чего нового увидеть, я мог снять какой-то интересный материал, но я остался с велосипедами. Почему? Потому что полагаться вот на такую цепь нельзя. Совсем недавно мы вернулись из поездки по Греции, где мы посещали пещеру Зевса, тоже пришлось оставить велосипед без присмотра. Но, слава богу, это был не сезон, там практически не было людей, мы завели велосипед практически в сам ресторан, где прям фактически напротив повара, который готовил, оставили велосипеды, стегнули их этой же опять цепью и ушли. Но даже в такие моменты, когда ты вроде как все окей, вроде как нет никаких причин волноваться, ты идешь и волнуешься. Всю дорогу, что ты там поднимаешься куда-то, ты волнуешься, всю дорогу, что ты там находишься, ты волнуешься и идешь назад, и думаешь, на месте ли велосипеда, на месте велосипеда или нет. Потому что, во-первых, потеря велосипеда, это не только материальная потеря, это и потеря вашего времени, это и нарушенный отпуск, то есть нарушенный велопутешествие, потому что без велосипедов, что дальше делать? Возвращаться назад? Других вариантов нет. Или был случай, когда мы в группе были, и мы тоже оставили где-то велосипеды, велосипеды, вообще неизвестно где, и пошли там каким-то водопадом. Ходили, наверное, часа два, и тоже я иду и всю дорогу переживаю, на месте ли велосипеды, сняли ли мои сумки, на месте ли там, я не знаю, колеса, короче, вот это постоянное беспокойство, если честно, напрягает. В путешествии по первой части Северного Кавказа, это тогда, когда мы ехали по маршруту Дагестана, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, и дальше с нами в группе был Юра. Я помню, тогда в первый раз увидел у него такой замок, который состоит не из этих звеньев таких, а именно из пластин. Тогда я узнал, что существуют замки, которые, во-первых, существует степень защиты у замков, а во-вторых, существуют замки, которые не перекусить, не заморозить, не распилить, которые очень хорошо защищены. Конечно, от болгарки или от каких-то таких серьезных бензорезов никакие цепи, никакие замки, никакие стальные прутья, ничего не защитит. Но от каких-то кусачек, даже, причем, от таких вот серьезных, больших кусачков, которые способны перекусить арматуру, есть замки, которые способны им сопротивляться. Но, посмотрев тогда на стоимость этого замка, посмотрев на его вес, я подумал, не, нафиг надо. И с тех пор вот так катаюсь и катаюсь, то есть уже прошло сколько там, года три или четыре. За все это время я пропустил достаточно много красивых мест, то есть я не посетил те места, которые мог бы посетить, находясь там рядом. То есть приехать, к примеру, там за несколько тысяч километров в какое-то место и не посетить его из-за того, что ты боишься оставить велосипед, ну, не могу сказать, что это глупо, но в какой-то степени это обидно. И даже если не затрагивать какие-то там достопримечательности или какие-то там такие места, которые, в принципе, не всем могут быть интересны. Магазины. Да, при посещении магазинов всегда кто-то должен оставаться с велосипедами. Хорошо, если вас двое, хорошо, если вас группа. Но, опять же, вспоминаем то, что я говорил ранее про группу. Или кафешки, да, заходите в кафешки, не всегда есть возможность оставить велосипед. Не всегда тебе охота доставать эту цепь, пристегивать там и так далее. Куча моментов таких, которые увеличивают шанс, ваш шанс расстаться с вашим велосипедом. Помимо этих моментов есть еще другие моменты касательно, ну, к примеру, развлечения. Опять же, в той же самой Абхазии, я помню, у нас был целый день, когда мы приехали на горячие источники, и целый день мы в этих источниках там плескались в одном бассейне, в другом бассейне, потом в кафешке, потом опять в источниках и так далее. И все это время велосипеды просто стояли, как нам казалось, в нашем поле зрения, но я уверен, что можно было найти кучу моментов, когда эти велосипеды можно было спокойно укатить, и мы бы даже не заметили. Есть моменты, когда вы в палатке, спите, рядом лежит ваш велосипед, вы чутко спите, вы слышите каждый шорох, вы слышите, когда к вам ползет ежик, вы все слышите. И я себя относил к тем людям, которые очень четко спят, которые слышат все вокруг. но был один раз такой момент, когда я проснулся, и я понял, что я вообще ничего не слышал ночью. То есть я был настолько уставшим, что я вот как лег, вырубился, не ворочался, даже если ворочался, я не помню, чтобы я просыпался, потому что обычно ты когда начинаешь переворачиваться, ты так или иначе примерно понимаешь, что ты 3-4 раза за ночь ты перевернулся, и это в голове держишь. Но я помню, что я уснул, причем я уснул еще до того, как легли спать все остальные в нашей группе, и вырубился, и проснулся только утром. И я уверен, что если в тот момент кто-то бы захотел взять мой велосипед и поехать на нем, я бы скорее всего этого не заметил. Поэтому на это тоже полагаться нельзя. Можно привязывать к велосипеду всякие ниточки, всякие колокольчики, еще что-то, да, но все равно существует такая вероятность, что вы можете уснуть так, что не услышите ничего, что происходит вокруг палатки. Я слышал несколько таких случаев, когда людей грабили, пока они спали в палатке. Причем грабили не только то, что было снаружи, но и то, что было внутри. Люди, которые занимаются воровством, которые занимаются грабежом, хотя грабеж, наверное, неправильное слово, но те люди, которые занимаются воровством, они не всегда глупые люди, они очень извращенные, у них есть куча всяких таких способов украсть ваши вещи. Буквально там лет пять назад был случай, когда у моего знакомого вытащили снегоход из гаража в то время, когда в доме были не только они, но была еще куча гостей. То есть вытащили, причем его не из двери, а разобрали кусок стены сзади гаража и выкатили прямо в лес. Снегоход, никто этого не заметил, то есть заметили только через день. Почему я начал про эту историю? Потому что даже когда вы путешествуете там от гостиницы до гостиницы или от гостевого дома до гостевого дома и вы загоняете велосипед внутрь гостевого дома, ставите прямо перед окнами, все равно существует вероятность того, что ваш велосипед могут укатить. Потому что если уж люди не поленились разобрать там кусок стены, то уж перелезть через забор, взять велосипед и увезти его, тоже, я думаю, для людей не составит никакого труда. Тем более бывают часто гостиницы, у которых нет места для велосипеда. То есть они просят оставить велосипед рядом с гостиницей, или где-то в холле, или где-то за лестницей, или где-то на заднем дворе в беседке, или еще что-то. Не знаю, как вы, но я в такой момент и сплю беспокойно, и чувствую себя все это время беспокойно до самого утра, пока я не выйду и не увижу так, что все, велосипед на месте, все окей. И, ну, короче, таких примеров может быть вообще миллион. То есть вот сколько я езжу, постоянно сталкиваюсь с тем, что приходится выбирать или там скрипя сердцем оставить велосипед, или постить какое-то место, или остаться с велосипедом. Короче, постоянно такая дилемма. Но, когда вы вдвоем, втроем, в пятером, все равно можно найти какой-то компромисс. Либо сначала сходит один, потом сходит другой, либо одному неинтересно, другому интересно, или кто-то хочет отдохнуть, кто-то устал. То есть всегда примерно находится компромисс. Но что делать, когда ты один? Вот, к примеру, как было у меня прошлым летом, я путешествовал, мое первое соло путешествие по Киргизии. Я был один. Соответственно, в видео там все красиво, я еду по горам, там никого нету, я еду вдоль речи, там на перевалах ночую, спускаюсь к озеру, все так красиво. Но за кадром, это примерно 40% от того, что происходило в путешествии. Потому что за кадром осталось еще 60% дорог, магазинов, каких-то гостевых домов, аэропортов. То есть ты чувствуешь себя, когда приезжаешь в новую страну, ты чувствуешь себя, ну не всегда чувствуешь себя уверенно, не всегда понимаешь местных жителей, не всегда понимаешь их настрой, или можешь неправильно расценить их настрой. То есть в Киргизии примерно каждый второй, каждый третий человек к тебе подходил и спрашивал, а сколько стоит велосипед? А ты что, один? А где ты ночевать будешь? Один что ли будешь ночевать? А сколько стоит велосипед? И я уверен, что люди, они не хотели, ну не было у них какой-то там каких-то плохих намерений, но это все так звучит, что ты как бы волей-неволей напрягаешься, там тот же, ну к примеру, если взять Дагестан, да, мы когда первый раз приехали в Дагестан, такие стоим, никого не трогаем, и такой мужик такой, ээ, идите сюда, мы такие хоп, напряглись, типа, что такое он такой, возьмите яблочек, то есть для них это нормально, ну обращение, для нас это уже нотки агрессии звучат, и во всех странах есть какие-то такие свои нюансы, и не всегда понятно, можно ли оставить здесь велосипед, нельзя здесь оставить велосипед, надо ли его пристегнуть, не надо, и вот честно, в Киргизии я бы хотел иметь какую-то цепь побольше, чем вот эту, ну то есть просто я не чувствовал в безопасности ни себя, ни велосипед, ну то есть если себя еще как-то более-менее нормально ощущал, но опять же не вошло в видео такие вот случаи, как были, я допустим ехал, ехал, никого не трогал, на лошади подскакивал человек такой, привет, как дела, откуда едешь, сколько стоит велосипед, ночуешь один и один, едешь один и один, потом спрашивает что-то там про часы, там что-то часы, ну я думал он спрашивает время, я говорю там пол шестого, он такой нет, типа дай мне часы, я говорю в смысле, он говорит подари мне часы свои, я такой нет, не подарю я часы, он такой а почему, ну вот такие моменты они как бы напрягают и после таких случаев не чувствуешь, в общем небезопасно, не чувствуешь, что ты можешь оставить здесь велосипед даже с цепью, вот такие вот истории, сразу извиняюсь за бардак, видео это я снимаю спонтанно, но собственно вот ради чего и снимается это видео, я стал счастливым обладателем вот такого вот замочка, я его уже примерил на раму, ну естественно возить я его буду не здесь, у него есть там дополнительные крепления, вот возможно я когда нибудь закажу себе еще где нибудь дополнительные две бонки или где нибудь здесь или может с этой стороны или может а не под трубой нет, тут у меня сумка, короче не знаю, в общем я еще даже на самом деле не уверен, что я буду с собой возить этот замок, потому что он достаточно тяжеловатый, то есть такой ух, прямо массивный замок, чем, почему именно вот этот производитель, а не не вот этот другой, который Абус, потому что в первую очередь этот, я так понимаю, это один из самых легких, но при этом имеющий вот такую высокую степень защиты замков, это первое, второе, что по Абусу часто, я знаю, бывают нарекания, что этот замок дребезжит, то есть приходится людям подкладывать там-сям, чтобы вот это все на кочках не дребезжало, этот, ну по заявлениям, по крайней мере производителей, у этих замков таких проблем нету, плюс там всякие есть в комплекте проставки к нему идут, чтобы проложить между рамой и замком, защищен, я так понимаю, он от дождя, то есть не обязательно его возить где-то в сумке, он может быть и на раме, и под рамой, но я не знаю, что будет, если туда вот подзалетает грязь, ну, что, поездим, посмотрим, поэкспериментируем, продавалось это вот все в такой коробочке, я так понимаю, у замков есть степень защиты, и вот этот замок имеет 14 из 18 степень защиты, а вот эта вот эта моя цепочка, по-моему, у нее был второй или третья степень защиты, по размеру они примерно одинаковые, сейчас мы померяем, то есть это 75 сантиметров, это, по-моему, около 80 сантиметров, если я возьму рулетку, померю, сразу покажу, что тут в комплекте было, три ключа, то есть у этого было в комплекте два ключа, по-моему, если я не путаю, два года гарантии, короче, все так красиво сделано, тут идут проставки, то есть я прикрутил прямо на бонки, вот, но это я так пока просто примерить, ну, конечно, бонки жалко ради этого замка тратить, но еще в комплекте идут вот такие вот штучки, они крепятся с нижней стороны и можно с помощью вот таких проставок хомутов, такие же хомуты примерно, как у топика, только, мне кажется, более качественные, потому что там есть вот такая вот резиновая штучка, чтобы завернуть и даже еще одна один винт идет запасной, судя по всему, там два болта шестигранник еще был, цепью, конечно, пользоваться намного удобнее, чем этой штукой, потому что эта штука не такая гибкая, но мы тут не ради удобства, а ради безопасности. Кстати, раз уж мы здесь, я хочу показать небольшие обновки для велосипеда, я себе вот такой шкафчик приобрел, в общем, раньше у меня все это в спальне было, я решил спальню немножко почистить и спальне все это унести, хочу оборудовать себе отдельное помещение для велосипеда, сделать там вот небольшой столик с инструментами, со всем, короче, я разложил все инструменты, прям так мне нравится, то есть здесь там такой ключ, здесь такие ключи, еще не до конца все это сделал, но уже прям все болтики, какие надо здесь положил, здесь всякие там крепления, здесь там эти подшипники, там платки, всякие шамановские штуки, там запасные колодки, запасные педали, всякие крепления, резина, вот, напишите, если интересно, будет, не знаю, заснять, как я вот это все буду строить, обустраивать, вот такую сделал импровизированную стойку, хотел купить, но не могу найти ничего, что мне нравится, решил сделать самостоятельно, купил отдельно этот рычаг и просто прикрепил к своему старому сварочному столу, еще из новинок мастерской я приобрел себе фрезер вот такой и вот такой вот токарный станок, сейчас потихоньку учусь, учусь пока на черном металле, вот, раздобыл себе пару труб из нержавеющей стали, тоже тренируюсь, потом я недавно прошел курсы по тиг сварке, купил аргонодуговую сварку, в общем, хочу начать осваивать варку нержавейки и титана, хочу попробовать делать титановые багажники и всякие аксессуары титановые и из нержавеющей стали, вот, кому интересно что-то в этой области или есть какие-то, кто может дать какие-то советы, к примеру, где закупать по нормальной цене титановые трубы, или вообще, кому эта тема интересна, пишите мне в телеграм, пообщаемся. Замок этот можно купить в магазине Мосгорбайк, у них есть, я так понимаю, что они являются эксклюзивным дистрибьютором этого бренда на территории нашей страны, у них есть большой выбор модели, там есть и потяжелее, есть там всякие цветастые прикольные модели, потом есть комплект из двух замков, там, один чуть побольше, один чуть поменьше, короче, разные модели, но я считаю, что для путешествий нужен именно вот такой замок, хотя я бы, на самом деле, не отказался бы, чтобы он сбросил хотя бы грамм 200 от своего веса. С магазином Мосгорбайк я знаком уже достаточно давно, там я покупал свой первый Брукс, это еще было до того, как мы купили Мериды, до того, как я начал снимать видео, там же я покупал некоторые из своих сумок Ортлип, кстати, у них, наверное, самый большой выбор суммы, которые сейчас есть на территории нашей страны, долго думал о том, говорить об этом или не говорить, но решил, что все-таки надо сказать, потому что ребята сделали мне скидку в 30%, точнее, не скидку, а они сделали промокод, с помощью которого можно получить скидку в 30%, причем я так понял, что могу этим промокодом воспользоваться не только я один, а любой желающий, и мало того, что там скидка в 30%, так еще и с каждой продажей вроде как я должен получать какие-то комиссионные, но я от своих комиссионных отказываюсь, то есть мне они не нужны, поэтому если вы будете пользоваться моим промокодом, можете прямо в магазине сказать, что вот промокод, но исправник от своих комиссионных отказался, поэтому сделайте дополнительную скидку, надеюсь, они сделают вам скидку, они пошлют куда подальше. Когда они спросили, какой промокод придумать, первое, что мне в голову пришло, это веломаршрут, надеюсь, Сережа на меня за это не обидится, веломаршрут латиницей, вот, так что надеюсь, этот товар качественный, потому что прежде чем его брать, я читал отзывы, я смотрел всякие зарубежные видосики, и я думаю, что ну, это качественная штука. Надеюсь, так оно и есть, и я не зря все это прорекламировал. Все, не благодарите, пользуйтесь. все. Продолжение следует...